Друзья, всем привет! Давно я не стоял около этой доски и давно не рисовал вам схему, иллюстрирующую деятельность, жизнедеятельность режима Зеленского. Наверное, потому что что бы я не рисовал, все равно в итоге получается жопа. Это в принципе то, к чему привел Украину Владимир Александрович за четыре года своего президентского правления. Я так на всякий случай, в качестве таблетки для памяті, прочитаю вам видержки з его избирательной программы. Народовладдя через референдуми. Одразу хочу запевнити, йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам їй в руки нового покоління політиків. Хочу нагадати, що самоволя народу, висловлено на референдумі 1 грудня 1991 року, народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішивав аби щось. Мій перший законопроект про народовладдя, в ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основи задання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В сучасній Україні це повинно віддаватися з максимальним використанням нових технологій. А далі це на тому ж аркоші з офіційного сайту президента. Людина вища цінність держави для людини, а не людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом діяльності держави. Реформи мають позитивно відображатися на кожній людині, а не на десятьох сем'ях. А по-моему, в кварталі більше. Ну, окей. Моя мета побудувати державу, як надається громадянам, якісний сервіс. Для цього потрібна максимально скоротити кількість функцій держави. Менше держави в житті людини, більше людини в житті держави. Ну, і остальний пафосний бред. Тут, в принципі, можна кажду страничку брати. І в кожному слові ви услышите неправду. Неправду, яка стала основою избирательной компанії Зеленського, стала основою його президентської деятельності і продолжається сьогодні. Причем своїми действиями Зеленський полностью дискредитировав все, що він обіщав нам в 2019 году. Более того, своїми действиями становиться все більше похоже на Путина. Автократа і тирана, які використовують государственну машину для удовлетворення своїх личних амбиций, обогащення своєго окруження і борьбу со своими политическими оппонентами. Ну, це все про Зеленського. Вроде бы казалось, це все було про Путина, от которого ми так хотіли поскорей избавитися, а оказалось, що ми приплыли, избавляясь оттуда, приплыли на берег, де нас ждал Владимир Александрович. Вот ровно с такими же ценностями жизни і в своєй криворожській системі менеджменту. Я на своєм примері вам щас продемонструю, як работает система борьбы с политическими оппонентами имени Владимира Зеленського. Сьогодні ровно два місяця, от 10 августа 2023 г. Самый справедливий в мире Печерський суд вынес решение выбрать мне меру пресечения по преступлению, которого я не совершал, но которая сфабриковано по заказу Офиса Президента і целью которого является меня просто дрочить, тягать по судам і заставлять заниматься не скрытием коррупціонных гнойников Зеленського і его окруження, а вот разборками с судами, походами в военкоматы, написанием отзывов на иски, ходатайством, ношением електронного браслета. Создание для меня серии неудобств, которые бы мешали мне критиковать власть. К сожалению, Владимир Александрович забыл, ну, понимаю у него там сложное психоэмоциональное состояние, забыл, что то же самое со мной пытался делать Порошенко, и мне в принципе это не вново, и в принципе мне это не мешает. Ну, потому что я свою работу люблю, а когда эта работа заключается в том, чтобы драть больших начальников, так вообще обожаю. Ну, просто иллюстрировать то, как Зеленский стал одновременно и Путин, и Порошенко, мне доставляет удовольствие. Надеюсь, это понравится и вам. Итак, два месяца назад доблестный Печерский суд в лице судей Шапудько избирает мне меру пресечения в виде запрета выезжать за границы Киевской области на срок до судебного следствия, по моему подозрению, и носить электронный браслет. Значит, судья Шапудько 60 дней назад в рамках автоматической системы распределения дел получает дело Дубинского 10.08.2023 года. Проходит ровно два месяца. И я, ну, как бы заканчивается мера пресечения, и нужно подавать ходатайство. Следствие подают о продлении, еще добавить, вот этих личных обязательств на меня возложить. А я, соответственно, подаю ходатайство отменить вообще безосновательное обязательство, которое на меня наложил суд, непонятно зачем. Ну, в угоду хотелкам Ермака и Зеленского, которые, ну, просто раздосадованы, а, моей критикой, и б, тем, что я дал показания в НАБУ о участии высших должностных лиц государства в деле кассетного скандала пленок Байдена и Порошенко. Не забывайте эту историю. Она, кстати, является одной из причин того, что трамписты так сильно не хотят помогать Украине. Потому что они не про Украину в этой ситуации думают, а про лицо Ермака и Зеленского, которых, ну, как мне кажется, сильно не любят. Вот проходит ровно 60 дней. И я подаю ходатайство об отмене меры пресечения, чтобы с меня сняли браслет и разрешили выезжать за пределы Киевской области. Хотя в Одессу уже вроде и не съездишь. Холодновато. В Печерском суде, ну, по-моему, 40 судей. 40 судей и автоматическая система распределения опять выбрасывает никуда кого. Судья Шокутько. То есть, смотрите, десятое, десятое 2023 года. 60 дней. Опять судья Шокутько. Как так получается, спросите вы? Ну, то есть шансы, что будет она же два с половиной процента. И вот мне эти два с половиной процента выпали. Понимая любовь Владимира Александровича его окружения к доле сфигурного бизнеса, я тут не удивляюсь ничему, но они умеют жить с двух с половиной процентов. Но объясняется это гораздо проще, на самом деле, чем случайными числами и совпадениями. Судья Шокутько, Печерского суда, она училась у татаров. Татаров был ее научным руководителем. То есть, вот мы сюда проводим такую маленькую стрелочку и пишем фамилию Татаров. То есть, офис президента настолько сильно хочет контролировать ход до судебного следствия и не дать мне возможности справедливым, честным суде доказывать свою виновата, что определил мне судьей ученицу Татарова, у которой он был научным руководителем при написании ее диссертации. Это, безусловно, не про справедливый суд. Это про систему ценностей, которую построил в нашей стране Зеленский. Система ценностей, в которой чиновники офиса президента по телефону раздают команды тумги. Напомню, что ровно такой же подход демонстрировали попередники Владимира Александровича. Порошенко и тогда Зеленский выл волком. Вот нас преследуют, вот за нами бегают, вот запретили сериал сваты. Помните все эти истерики? Я никогда таким не стану. Он даже для этого взял человека, который работал при Януковиче и выполнял те же самые функции. Татарова. Чтобы делать все то же самое. Звонить судьбу, давать им соответствующие команды. Причем, заметьте, в чем же, кстати, главный признак автократии, тирании и узурпации? А в том, что, вознесясь так высоко, как они думают, эти люди перестают ощущать землю под ногами и уже не обращают внимание на информационные и политические риски. То есть, завуалировать как-то свое прямое влияние на Печерский суд и конкретно мой кейс, они даже не стесняются этого. То есть, они даже не пытаются какого-то, ну там, левого судью, которому, там, ну там, неофициально давать какие-то команды. Нет. Прямо свою подруженцу. Прямо ей доручают заниматься делом Дубинского. Понятно? То есть, не стесняясь ничего. Это возможно только в таких странах, как Россия. Вот то, от чего мы пытались максимально отплыть к нам, приплыло через Владимира Александровича. Через тех же людей, которые реализовывали ровно такую же политику при Януковиче. Который и задал, попытался, вернее, задать вектор в России. То есть, вот этот вектор в Россию, вот мы должны так, как у них там быть, вертикаль, авторитаризм, карманные олигархи. Исполнял татар при Януковиче, исполняет татаров же при Зеленском. И, понимаете, да, вот сегодня проходило заседание об отводе Шапудько. То есть, я, пользуясь эти все аргументы, обратился в Печерский суд и говорю, смотрите, ну давайте подруженцу Емака поменяйте на какого-то другого судью. Какие проблемы, если вы уверены в том, что доказательная база ДБР по несуществующему преступлению моему, она, собственно, непогрешима, то дайте другого судью пусть рассмотрит и вынесет такое же решение, если оно справедливо. Никакой же проблемы нет. Но там так все натянуто, так все фуфлово, слеплено так на коленке, что ни один нормальный, честный судья подобное решение не вынесет. Именно поэтому сегодня я пошел в Печерский суд и два часа мы рассматривали отвод судей Шапудько. Рассматривал этот отвод судья Вовк. Он очень идиозный персонаж в Печерском суде. Можете прогуглить, кого он там садил, кого он отпускал. Такой сторожил. У него такой персидский загар. Я сегодня посмотрел на него. Ну, у нас же нельзя чиновникам выезжать, но такой загоревший, загоревший в октябре. Хорошенький, холеный парень. Значит, он сегодня послушал наш отвод. На семи страничках. Ну, а руководитель которого связь с Татаровым и невыполнение наших ходатайств как стороны защиты. Ушел в комнату совещательную. Вы знаете, не выходил из нее на протяжении трех часов. Которые, понятное дело, были ему нужны для того, чтобы обратиться к главе суда с говорящей фамилией Печерский суд. Возглавляет судья. Ну, это такая ирония судьбы. Но все же судья Козлов. Который побежал в офис президента. Потому что он должен дать Ловку. Команду Татаров дать или Шепутько не может. Он должен дать Козлов. И нужно было доложиться Козлову. Козлов через Шепутько или напрямую. Побежал в офис президента. Что рубить? Что рубить? Ну, так сильно топчет ножками наш чучхе. Наш кормчий. Так сильно хочет, чтобы прекратилась критика его и его любимого Ермака. Что они приняли простое очень решение. Ну, которое опять же в очень путинском стиле, в очень в стиле авторитарных режимов. Оставить мне и судью Шепутько. Приятельный сутатар. Ну, чтобы легче было согласовывать все решения по мне. Знаете, вот ровно этот же механизм, как всегда происходит в жизни. Бумерангом вернется к самому Владимиру Александровичу и всем его шестеркам. Которые после демократической отменной власти будут, ну, я уверен. Потому что они столько принимали незаконных, неконституционных, неправомерных решений. И столько совершили ошибок в своей деятельности. Что все, кто эти действия по их указанию совершал. В том числе и это вот самое Шепутько. Желая выслужиться перед следующим режимом. Так устроена жизнь. Будут с удовольствием давать на них на всех показания. И вот тогда, когда с зеленым браслетом на ноге. Ну, их же мало, вы помните, да? Что я его в зеленый цвет перекрасил. Потому что это же за браслет, за команду. Вот этот зеленый браслет, он придет по наследству к Ермаку. Абсолютно справедливо. Татарову или самому Зеленскому. Которые, ну, точно, поверьте мне, после стечения их иммунитета в качестве высших топчиновников будут за все это отвечать. Отвечать перед судом. И тем же самым Печерским. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе. Дубинский Про в Телеграме. Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке. Мы обязательно победим эту, знаете, трагикомичную диктатуру. Но эта трагикомичная диктатура угрожает на всем тем, что после нее может прийти настоящая. А там уже будет не до шуток. Будьте здоровы. Хорошего вам дня. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова